друзья всем привет с вами снова я меня зовут андрей это канал булгаков play мы продолжаем проходить хогвартс легосе и вот этот молодой человек меня в конце прошлой серии без записи приближалась его у меня покорил мое сердечко но в том плане что он мне нравится такие мотивы послушаем и пойдем дальше хорош я думаю станет легендой этой игры по поводу прошу и по по поводу прошлой серии я как всегда профокапил я чистил пока и чаще всего после этого действия у меня разбивается настройки микрофона не знаю с чем это связано и как я забыл как тихо я забыл как всегда по посмотреть что он работает или не работает поэтому прошлой серии так скажем был у меня отпуск хотя на самом деле это много всего рассказывал вот я ее выложил без моих комментариев просто для можно и даже не смотреть ничего тут страшного нет там по сюжету особо ничего не было было больше по дополнительным заданием но был на самом деле интересно там всякие загадки сражения и так далее вот не выложите и не мог для хронометража я считаю что она необходима поэтому пусть поэтому пусть лежит там где лежит так это зелеварение поехали сразу сюжетного потом дополнительные если они будут я посмотрел по карте 1 есть поэтому погнали поехали начать начнем читать зелеварение это самый сложный опасный предмет в этой школе ученикам 5 курса потребуется невероятное приложение и эрудиция этот семестр мы начнем с рябинового отвара с мистер токар может рассказать нам чем мы можем быть полезен конкретное зелье яму да профессор шар рябиновый отвар используется для обработки ран а в некоторых случаях как заживляющее средство он может исцелить некоторые раны но далеко не все как-то в раны получают очки концу этого занятия каждый из вас сварит свой собственный рябиновый отвар никогда не знаешь когда он может пригодиться приступайте блин это же прям вот прямая сейчас я расскажу тебе прямая ссылка к снегу ну вот он точно так же только получил ингредиенты следует чем аккуратно по часовой стрелке против часовой стрелки добавляю параширок в зелье будьте сторон случайно чихнув вы можете стать причиной катастрофы не чихаем добавьте сок мурлок комля помешивайте вправо ну давай похвали нас смотрю многие не забыли как обращаться это зелье не самых простых хорошо судя по тому что я слышал о ваших подвигах в хоксмеде вам не помешает изучить защитное зелье эдурус профессор Уизли ведь сказал что вам нужно достать рецепту лавки да хорошо на сей раз можете взять нужные ингредиенты у меня в кабинете но в будущем вы должны будете приносить собственные ингредиенты некоторые из них можно получить из растений которые вы выращиваете на уроках травологии однако кое-какие ингредиенты достать весьма непросто для этого нужно проявить изобретательность когда закончите зельем зайдите ко мне любопытно будет узнать у вас таланты или вам просто повезло ну ладно а что мне нужно сделать соберите я показался ли профессор шарп разрешил тебе зайти к нему в кабинет да все верно превосходно дружище тебе представилась необычная возможность ты же меня понимаешь и помнишь гард Уизли ах да мы виделись в гостиной слушай зелье эдурус даже тролль сварит без труда а я работаю над одной штукой которая точно превзойдет мне не хватает лишь последнего ингредиента который придаст полагая с этим тебе и нужна помощь я знал что ты быстро схватываешь мне нужно одно перышко фу пера ну короче он просит его достать так значит у нас тут такая история что если мы профессор нам сказал взять ингредиенты для зелья этот просит стащить у профессора для себя ингредиент профессор наверняка знает о том что ну все 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 свои ингредиенты по граммам он увидит что мы стащили и вкатят нам по самой неболой если мы ему откажем этому Уизли в помощи он скорее всего скажет что мы лиза блюдо и подлезаем профессору и розетта а с другой стороны мы можем взять перо и сказать профессору что мол так и так я ошибся извините пожалуйста ну короче давай достанем я могу достать я перо фупера уверяю тебя он не рассердь теперь фупер не особо редкий ты даже не представляешь что именно я варю ну возможно он с нами поделится я могу зайти сюда так шкурку чемодан записку распоряжение 31 декабря 75 1875 года отправление мракоборческий центр тема Горбин и Беркес в последнее время возле магазина Горбин и Беркес наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы особенно после полуночи и к черному ходу доставляют подозрительного вида свертки с учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев ведущих наблюдения вы входите в их число а то есть он еще и мракоборец так перо взяли выглядит как редкая а что мне еще надо и все взял а это у меня только яйца надо были вот перо отлично спасибо еще немного и будет готова продолжай верить варить свое зелье а я скажу тебе когда закончу спасибо так подожди стоять стоять тут вот еще всякие штуки одна монетка ну ладно так зелье эдурус да мне нужно а все мне просто нужно подождать но только неинтересно был первый хоть и не сложно было это задание сварить но все-таки какая-то как это сказать интерактивность действия а тут просто закинул и типа ждешь точнее выбрал и просто ждешь выход одна бутылка усиливать защиту взять назад а теперь добавим сладкий мальва страна что происходит постойка она не должно так серьезно город опять фу ну его драконе дерьмо что произошло браво город да что на этот раз мистер извините профессор вычитаю очки у гриффиндора в который раз это делал рук не только мистер его пособник тоже понесет наказание а чё пособник то я не пособник он на меня надавил морально хотите его убью научить меня это а вода кедавр и все будет хорошо мне удалось творить зелья эрудос профессор удивительно что вы нашли на это время ведь вы так заняты помо помогая мистеру из лет творить хаос прошу прощения прошу прощения профи я просто не умею отказывать друзьям в помощи я уважаю людей готовых отвечать за свои поступки будем считать урок вы усвоили фух принесло что касается вашей сегодняшней работы у котла скажу что вы хорошо справились признаюсь поначалу я был настроен скептически ведь я даю своим ученикам углубленную программу а вы новичок я рад что мне удалось оправдать ваши ожидания да такое случается редко но запоминать запомните хорошенько вы еще и не знаток вы должны твердо знать как сочетаются между собой различные ингредиенты но этого мало вас нужно понимать что они из себя представляют прилежно изучайте травологию вам предстоит выращивать растения которые используются в зельях которую вы будете варить а теперь рекомендую вам поискать себе место для практики в зелье варенье горячий котел нельзя ставить где попало сегодня все спасибо думаю на сегодня с вами хватит а куда я иду задание завершено доступного задания задание я хочу это задание давай по карте давай по карте о еще добавил спазе а еще вот тут же было вот тут горел ладно давай сделаем дополняшки ой вот дополняшка поле призывателя ну хорошо что профессор такой немногословный в отличие от заместителя директора а вот все появилось появилось сюжетное задание что за поле призывателя что ты здесь делаешь хочу предложить тебе сыграть в поле призывателя по-моему тебе пора узнать на что угодишься против настоящих мастер поле призывателя это не просто игра в ней сразу становится понятно чего стоит ведьма или волшебник ну что скажешь давай отлично самолёт код надо change in game афи 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 аппс афи и мы афи разместия так а можно так вот так и давай давай сделаем на поменьше мышку то чё это вот так сделаем мы все равно его обыграем я не хочу свой шар скинуть ладно а вот этот нужно протащить право суда попробуй перебить мне достаточно будет вот как-то но попробую перебил я просто повезло ты победил молодец понятное дело молодец всего настоящий мастер тебя просто немного подфартило не расстраивайся дело не в везении просто играю лучше чем ты ну ладно ты прав ты действительно лучше меня скажу остальным что ты достаточно хорош другие игроки я проиграл сам анти дл 7 раз другие игроки в поле призыватели решили раз ты даже меня не смог победить не смог победить для них ты и подавно не соперник просто продолжай тренироваться выше нос леандр продолжай тренировать ну да пожалуй ты прав скажу остальным что-то прошел испытания на храбрость чё тут какие-то соревнованиям вот такой себе не мне не очень понравился эта игра давай смотреть давай смотреть есть дополнительная сумятица из-за сладостей вот давай сделаем там есть магический рецепт вот отсюда пойдем там есть магический рецепт немножко золота и и потом его как раз дадим и пойдем на основное и вроде как почитал неинтересно стало сколько времени прохождения вроде изначально разработчики писали что 80-100 часов может ему носок подарить слышу брата вот но в итоге получилось все не так написали что 20-25 часов это время прохождения привет дружище сюжетного задания вот но это при условии если ты будешь читать все тексты если ты будешь просто скипать примерно 10-15 часов на полное прохождение если особо не зачитываться где ключ там он ящик было ключа не вижу не вижу и не слышу а че такое как это загадка один два три четыре тут четыре факела правильно а я вижу что под ними треугольник а и разные эти а палочки наверно количество палочек 6 а тут есть вообще тут нет такого 6 тут есть только 4 нужно понять ну допустим один а вот вот они так треугольник это три здесь какой символ круги круги это два круги это два здесь к ромб это 4 ромб это 4 палочка 3 и треугольник 1 палочка 3 1 3 1 3 у тайна лаз тайна лаз а чего никто решить не мог да ладно вот лестнице нас тут чтобы закрыли проход под мостом а тут видео вот эти чемоданчики шахматная доска коллекция маленькие столы для игр а здесь какой-то шмот да шарф дедала за шарфик этаж на 15 уровень и смотри ту 27 а тут сразу 44 так и назад как мне выбраться там все закрылась вот в этом плане игра очень очень прикольно сделано то есть тут просто сел и погнал каждый закуток мы же и мы что тут пробегали по этому мосту я даже внимание не обратил вот портальчик хорошо а он чуть-чуть ходит по стену слезь не балуйся серьезно учебное заведение герб хогвартса на гербе хогвартса изображен лев змея орел и барсук которые представляют четыре факультета школы внизу красуется девиз никогда не щекоти не щекочи спящего дракона не понял это как так стоять вот нас замки не научил никто открывать а вот или от меня на нет это не она и другая еще две ключ я знаю куда он полетит даже ну шикарно шикарно а за картинами ничего нет еще и вот тут увидел факела их не надо зажигать нет не надо найдется ты мне задолжал интересным был урок и все благодаря тебе не совсем тот результат которого я ожидал на все равно вышло здорово спасибо за помощь надеюсь шарп не был в плохом расположении духа когда ты показывал ему свое зелье я слышал как он что-то сказал про ответственность ничего страшно был недовольным не удалось все забавить как а уже какое облегчение он наверное посмеялся душу может шарпы выглядят угрюмом но готов побиться об заклад что он и сам пойду-ка я обещаю что в следующий раз будет меньше взрывов звал ты помог мне с первым футбол и я подумал что именно твоя помощь мне и не помешает видишь ли я придумал напиток на основе летучих шипучек да вообще пофигу это настоящий дар в общем я думаю что главный ингредиент летучих шипучек сушеная жалая веретеница говорят они хранятся в подвале я бы сам туда отправился но тетя Матильда не спускает с меня глаз так что предлагаю тебе пробраться через тайный проход в подвале сладкого королевства и прихватить и прихватить для меня несколько сушеных жал веретеница с радостью это ведь не трудно к тому же ага вот отлично спасибо проход скрыт за статуя одноглазая ведьма в коридоре третьего этажа просто коснись его палочкой скажет дисэндиум а я попробую сделаю все что смогу гаррот договорились если поможешь я разрешу тебе первым попробовать мой новейший напиток интересно удастся ли убедить ами то помочь домашкой по зелеваренью чё мы можем читать нотации как же домашнее задание хочу хочет и творит чувак же сумеется из-за сладости а разве это тут где-то недалеко а я понял потом а я думал с вас сладкое королевство это этот о загадка да сейчас сейчас дойдем где второй кубик ключ ключ ты где ну щас ну щас я щас я слышал ключ я вижу загадку а второго кубика я не вижу слышишь звенит найдите статуя одноглазая ведьма на третьем этаже правильно а мы на каком этаже статусе кажется это на проход сладкое королевство за статую одноглазая ведьма скрыт секретный проход из хогвартса в подвал кондитерских сладость сладкое королевство попасть него можем только с помощью особого заклинания так 15 уровень достигнут я вспомню конечно же про шарфик так ну давай взаимодействовать блин две загадки там ключ сейчас на обратном пути пойдем и обязательно возьмем чтобы мог подумать что такое есть никто бы но пошли лифт на нем можно спуститься но он похоже сломан а если он сломан у нас есть тобой заклинашка расслабляться не даю да что это за разговора тут же нет никого тут будут сражения так и там сундук хорошо специально все за спиной прячет время пролетает пипец этот замок не перестает меня удивлять сок там подойдет вижу чемодан и вижу какой-то куда-то проход отсюда на чемодан путиночка кто разговаривает а это и был проход сохранение окей я в ловушке также отсюда выбраться вот так тоже маг дурак нет а вон а вот а тут еще что то есть подожди подозрительная вода там ничего не видать ладно пошли не буду сильно мучить нет это вот это но но Субтитры делал DimaTorzok Что-то мешает платформе А что вот с этим делать Я что-то не понял А вот Он не всегда Не всегда Нацеливаются автоматически Лягушки Должно быть это выход Как хорошо, что персонаж умеет плавать Не, ну надо Надо одеться Надо одеться Ну нет Одно разочарование, блин, тут С вами Пахнет сладостем Мне не надо Прятаться Я же вроде как утащить пытаюсь Ну лезь Вот это меня тоже постоянно Сбивает с толку Чаще всего взаимодействие Просто тыкнул на кнопку и все А иногда для перехода Необходимо ее зажать Зачем так сделано Непонятно Сладкое королевство Пахнет шоколадом Нет уютней уголка Чем нара у хомека Ну я на всякий случай А то у меня сейчас это И что с этим делать Тушеное жало у меня Можно возвращаться к Гаррету Интересно, что за новое зелье у него получится Он расстроится? Ну вот если честно Им вообще по фене А он съел какие-то конфеты Огнем дышит НПС вообще Поэтому Парикмахерский салон Так, как карта Хогвардса Сюда Сюда И сейчас я помню Нужно решить загадку И ключик поймать Ну короче С похода Если я увижу ключ То поймаем Если не увижу Значит Не судьба Вот А я где? А что ты так? Я вообще с другой стороны Ладно, короче Подожди, а куда надо-то? Или он там в Хогс-меде? Не понял Вот это вот Что за отметка? Что? Блядь Я нечаянно куда-то нажал Я просто пытался Повернуть карту Ах Ох уж эти объемные карты Нельзя было сделать Просто ее плоско А я туда же Переместился Это отметка Фиолетовая Я ее, видимо, случайно Тыкнул Вот она Еще одна Получается Чего? Нет Так это не работает А было же написано 23 из 25 Ну пеки давай Так, на Тебя прочитают Привет, Гарет Я принес тебе сушеные жалы Принес? Невероятно Не бесплатно Достать их было непросто По-моему За потраченное время Мне прочитается Конечно Не думаю Что возникнут Какие-то трудности Но я охотно заплачу Еще раз спасибо Когда я сварю Первую партию Летального вина Блин, как убрать маркер-то Карта мира А-а-а Да, Хоксмин, да? Удалить Все, спасибо Все, пойдем на урок Я так понимаю Истории Судя, потому что Это призрак Почти безголовый ник Уделю сейчас Только одна секунда Ну Песочные часы факультетов Это большие Богатые украшенные Песочные часы Содержащие Рубины Бриллианты Сапфиры Изумроды Заколдованы Для подсчета Очков Гриффиндора Пуффинду И когтевраны И с Лизой Рина Соответственно Да Вы хотели меня видеть, сэр? Да Сэр Николас Де Мимис Дельфингтон К вашему услугу Приятно познакомиться Сэр Николас Я знаю о найденном вами Книге О том, что в ней Не хватает нескольких страниц Следуйте за мной Здесь недалеко О, чё ж Погодите Откуда вы знаете о книге О том, что в ней Не хватает страниц Среди призраков Слухи разлетаются очень быстро Вы с мистером Селуэм Видели запретной секции Не волнуйтесь Я никому не скажу Сэр Николас Чуть пошли Рискну предположить Что я знаю У кого эти страницы Я отведу вас к нему Если по пути Вы окажете мне Маленькую услугу Какую? Тогда как насчет Небольшой услуги В обмен на эти страницы Да В этом нет ничего сложного Просто раздобудьте На кухне кусок Тухлого розбифа Буду крайне признатель Вот и второй кубик Как мне это сделать Тогда после этого задания Мы решим Чего? Пошли Прошу прощения Жареное мясо Еще и протухшее Все верно Тухлый розбиф Если медленно Проплывского с него Можно Почти ощутить его вкус Ну думаю Мне это под силу Но причем тут вообще я Все просто Мой юный друг Я призрак И потому не могу Его унести Книга рецептов Домовых эльфов Коллекция Любимых рецептов Студентов Хогартса Которые собрались На протяжении веков Собирались Некоторые блюда Такие как Маринованные сливы Цепелины Скорее всего Имеют очень необычный вкус По слухам В ней хранится Некоторые Оригинальные Творения Самой Пенелопы Пуффиндуй Понятно Сэр Николас А ты не мог бы Чуть пошустрее Спускаться Ты ж призрак Вот и А теперь Будьте добры Возьмите Росбиф А остальное Я объясню вам позже Мне не надо Объяснять Ты мне просто Страница А да Я там Что хочешь С этим Росбифом То и дело А натюрморт С грушей Если на этом натюрморте На котором Изображена Ваза с фруктами Кто-нибудь Пощекочет грушу Она захихикает И превратится В древнюю Дверную ручку Открывающую вход На кухню Ховардс Пришли Пощекочите грушу Щекотать Постарайтесь Постарайтесь Не путаться Под ногами Ольфов Держать 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 Ну Так это же Прикольно Не Ученик на кухне Что тут Можно Ученику Так Да не ешь Ты А вот и угощение Вкуснятина Вот мясо Замок Предусмотрели Все Слышите А где бы у вас Решки Какие запахи Вот мясо Но оно не тухлое Надо еще поискать Так это пироженки Ребелион Я на самом деле Не мясо Еще Смотрю Чего Тут Стащить Можно Было Фу Наверное Почти У цели Его Пожарить О Ученик Как чудесно Что Финки Может вам Предложить Тыквенное печенье Может Тост И сыром Какая добренькая Звучит восхитительно Но я здесь За тухлым Росбифом А Вас послал Ник Не так ли Прошу Берите Финки Думает Ник Утомился Бродить По кругу В надежде Почувствовать Хотя бы Малейший Намек На вкус Пищи А Еда Появляется При помощи Маги У вас есть Ограничения По меню Сюда Можно Ученикам Вы С другими Домовыми Эльфами Что вы Нет Даже домашние Эльфы Не могут Наколдовать Еду Из ничего Еда Одна из Пяти Принципиальных Исключений Из Законно-элементарных Трансфигураций Гемпа Однако Мы можем Ее Преумножить Трансформировать И конечно Готовить А затем Отправляем Ее Прямиком В большой Зал Хорошо Спасибо Я пойду Принт Приятно Был познакомиться Спасибо За ровность Раду Помочь Рада Встреча С вами Передавайте Нику Привет От Фенки НКВД Да Так Я на самом деле Еще не все Облазил Вот Чумодан Теперь я буду Еще больше Что-то он Сказал Про завтрак Жаль Нет Полной Локализации Было бы Замечательно Разбегать Смотреть Слушать Вы Вернулись Все Прошло Гладко Никаких Фенки Шлет Привет И Тухлый Рост Рад Это Слышать Фенки Добрый Эльф Теперь Нам Нужно Отмести Это Мясо Сэру Патрику Дэнниу Понмору И Вы Будете На шаг Ближе К тем Страницам Ничего Не Понимаю Сэр Николас Что Происходит Приношу Нижайшие Извинения Я Забегаю Вперед Сэр Патрик Предводитель Охоты Безголовых Это Группа Призраков Безголовы Которые Собираются Для разных Мероприятий Безголовые Развлечения Да Сами Увидите В общем Не знаю Как это Вышло Но Эти Страницы Были При жизни У Участника Охоты Ричарда Галкарда Я Планирую Предложить Тухлый Рост Сэру Патрику Чтобы Он Разрешил Мне То есть Нам Согласны Звучит Заманчив Что ж В таком случае Я хочу познакомиться Сэром Патриком Лично Чудесно Вы не Пожалеете Сразу Туда Перенесу А как же Решение Загадки И поиск Ключа Ну это Нас Куда-то Двинь По сюжету Хорошо Две страницы Нет И нам Скажут Их искать Скорее всего Вряд ли Он их Так отдаст Ох Какие Развлечения Головой Кидается Держитесь За мной Нам Нужен Сэр Патрик Эй Нестор Смотри Как Кто Мы Тебе Что Говорили Почти Безголовые Здравствуйте Сэр Рэмса Позвольте Нам Пройти Мы Принесем Кое Что В Дар Небось Опять Станешь Упрашивать Его Они Всегда Так С вами Они Просто Шутят Когда Сэр Патрик Разрешает Мне присоединиться К охоте Безголовых Я Стану Одним Из них Не Забудьте Зачем Я Тут Сэр Не Волнуйся Скоро Мы Разыщем Юного Галкарда И Вы Сможете Его Расспросить Эх Что Угодно Отдал бы Сейчас За кувшин Медовухи Или Баранью Ногу Без Этого И праздник Не праздник Может Вас устроит Нечтое Ну а Сэр Николс Еще И с ребенком Кто Вас Сюда Звал Мы Принесли Вам Дар Подозрительно Все это Позвольте узнать Чего же Вам Надо Нам Нужно Поговорить С Решером Галкарда Вы Позвольте Где Он Галкарда Здесь Где же Ему Быть Только Без головы Вот Досада Впрочем Вам Ник Это Чувство Должно Быть Незнакомо А Вот Почему Не берут Туда Ох Сэр Вы Такой Шутник Его Голова Наверняка Где-то Поблизости Возможно Ею Сейчас Играют Если Найдете Можете С ним Побеседовать Я Разрешаю Читая Это Благодарить За Ваш Зловонный Дар Сэр Я Бо Хотел Обсудить С вами Еще Кое Что Нет Нет Сэр Никол Сколько Можно Вам Повторять Требования Для Вступления В Наше Общество Звучит Четко Но Сарья Мы Все Таки На Охоте Почти Безголовых Идемте Я Воспровожу Вам Ведь Уже Пора Ну Что Ж Прощайте Надеюсь Вам В Этой Компании Повезет Больше Чем Мне Они Его Не Берут Потому Что Он Почти Безголовый Эх Бедняшка Так Где Мне Вы Искать Это Что Так Это Как-то Открыть Можно Право Бумажка Так Это Видимо Какая Это Загадка Лес Арка Свечки Мост Огонек Карта Арка Мост Вон Мост Пойдем Посмотрим Нужен Простите Не могу Выйти Из-за Задания А вот Такой Же Мост А Вон Еще Такой Же Мост Надо Будет Еще На Карту Посмотреть Кто Хочет Сыграть С нами В Прятки В Тыквах И Снова Здравствуйте Вы Не Могли Б Мне Помочь Ах Да Вы Же Юный Друг Сара Николс Не Уже Он Вас Бросил Вовсе Нет Мне Нужно Поговорить С Ричардом Галкредом Сэр Патрик Сказал Что Его Голова Где То Вполне Возможно Довольно Необычно Принимать В Игру Смертного Но Если Вы Действительно Хотите Поговорить С Но Они Один А Целых Пять Раз Старина Дамфри Будет Перемещать Голову В Новое Место Каждый Раз Таковы Правила Ну Что Скажете Сыграем А че Мне Ему Угрожать Чудесно Правда У Смертного С Палочки Есть Преимущество Над Нами Призраками Так Что Не Стесняйтесь Взрывайте Сколько Душе Угодно Запомните Вам А че Нибудь У тебя В арсенале Помощнее Есть Ты Куф Тряслась Вон Вон Понятно Это Чуть Чуть Проще Чем Казалось Мне Где Мы Прочит За Забором Весьма Неплохо Конечно Вам Не Мало Помогла Волшебная Палочка Тем Не Менее Примите Мои Поздравления Я Хотел Листы Неплохо Для Живого Человека Ну Хорошо Говорите Что Вам Нужно От Галкарда Галкарда Неплохо Но Я Не Понимаю В чем Дело Ты Ведь Не Участник Охоты Безголовых Нет Просто Сар Никол Сказал Что Вы Можете Знать Где Искать Страницы Из Одной Книги Мерлин У Борода Я Знаю О Чем Ты Говоришь Я Стащил У Пивза Как Же Я Мог О Них Забыть Карта Изображенная На Этих Страницах Привела Меня К Гибели В Этой Пещере Меня Ждало То К Голова Из Этих Страниц Да Наверное Ты Думаешь Что Обезглавленный Призрак Уже Привык Слову Труп Предлагаю Встретиться На Пушке Запретного Леса И Я Покажу Тебе Куда Ити Как Тебе Такая Идея Что В Пещере Что Меня Ждет В Этой Пещере Кроме Моих Бредных Останков Если Я Приключение Если Я Прямо Сейчас Раскрою Тебе Весь Секрет Кто Отрубил Тебе Голову Кто В Этой Пещере Отрубил Тебе Голову Я Осматривал Пещеру И Вдруг Ощутил Свежий Ветерок А После Ну Легкость В голове Вот Собственно И Все Что Я Помню Так Что Там В Пещере Будь Готов Правда Не Знаю К Как Тебе Удалось Украсть Что Ту Пивза Я Не Крал Страницу У Призрака Просто Подобрал Когда Шел По Следам Его Разрушений Ему Нравится Крушить Все Подряд Книжные Полки Флакованные Доспехи Лишь Б Натворить Как Можно Больше Бед Я Подобрал Их Пока Он Буйствовал В Библиотеке Вряд Ли Он Вообще Заметил Ладно Встретимся Там Не Беспокойся Сперва Мне Нужно Воссоединиться Своим Телом Но В Этому Мне Поможет Дамфри Встретимся На Пушке Леса Хорошо Встретимся Так Стоять Какое Оно Быстро Так Целес Ну Залезь Ну Залезь Прикол Что Ли Хорошо Вот Торговец Что Продаешь Ты Продаешь Семена Семена Удобрения Я Ему Продам То Что Не Ношу И На самом Деле Давай На этом Тогда Закончим Что На Это Смотреть Продолжим Приключения В следующей Серии На Этом На Сегодня Все Плейлист Игры Будет В Описании Подписывайся На Канал И На Паблик ВК Делись Видео С вами Друзьями Ставь Лайки Оставляй Комментарии До Следующей Серии Друзья Всем Пока Субтитры 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 подогнал «Симон»